МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Меня зовут Николай, мне 52 года. И до 36 лет я проводил такой паразитический образ жизни. В 16 лет я был наркоманом, ходил воровать, как на работу. То есть каждый день я днем ходил, где-то что-то вычислял, а потом ходил, воровал, что деньги, нужны были наркотики. Неоднократно судил, у меня опять судимости. И вот в очередной раз, значит, имея 7 лет условно, по милости Божьей, потому что это там чудо было, что мне дали 7 лет условно, не должны были дать. Ну вот я проигнорировал, я понимал, что какая-то высшая сила, ну, я, наверное, думал так, что Бог помиловал меня. И мне дали вот 7 лет. Ну, я год проходил, и в результате совершил новое преступление. Тяжкое – это разбойное нападение. И еще у меня к ней был букет статей. И в общем, мне дали 9 лет строгого режима. И я четко понимал, что я не буду жить, потому что я до того заранее уже давно говорил, что если меня посадят, потому что преступный образ жизни, я знал, что все равно рано или поздно кончится. Но я думал, что это не так быстро будет. Вот, и я знал, что я повешаюсь. Просто это было не мое предположение, я просто знал. И вот когда меня закрыли, я стал этот план реализовать. У меня не получилось. Вот когда человека забирают, его сажают следователи, пока оперуполномоченная с тобой работает, там сажают такой стакан, и я там попытался повешаться. И у меня не получилось. Я отключился, но когда я открыл глаза, я понял, что веревка перерезана, потому что там были ровно катцы, не было вот этих ворсинок. Но я понял, что так просто, я из жизни не уйду. И с тех пор год и два месяца, каждый день, я хотел уйти из жизни. Вот, но Бог меня не оставил. Мне нужно было полчаса, чтобы меня не откачали. Я был слишком гордый. Вот, но Бог меня на полчаса не оставил одного. Вот как-то все так складывалось, что я откладывал все потом, 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 завтра, завтра, завтра. И вот я попал удивительным образом в колонию, в одну из колоний Вологодской области. И я уже понял, что здесь я, наверное, реализую свой план. Значит, самоубийство. Сидеть я не буду до конца, потому что срок большой. И много было таких причин. Я понимал, что 99 пациентов в моей жизни умышленно я совершал преступления. То есть я знал, что это зло, которое я творю перед высшей силой. Я тогда Бога не знал, но о нем-то я знал. Так получилось в моей жизни, что когда мне был 21 год, я попал в тюрьму за тяжкое, за особо тяжкое преступление. И когда я уже был в колонии, когда уже все прошли следствие, я уже был в колонии, я встретился с одним человеком, мы его звали Костя. Он был цыган. И мы с ним гуляли в локальном участке, он мне проповедовал об Иисусе Христе. И пригласил меня сходить с ним на собрание, которое проходило по воскресеньям в этой колонии. И на то время в колонию приезжали и проповедовали Сергей Миходич Терехов, брат Глеб Басков. Они были верующие братья и проповедовали об Иисусе Христе. Я приехал в колонию и попал к верующему. Значит, в спальное место, мне дали там, где был рядом, находился верующий человек. И мы с ним стали как-то разговаривать о Боге, о Писании, он мне все говорил. Ну, а мне нужно было повешаться. И мои мысли, конечно же, были настроены на то, а что, если Бог действительно вот есть? Вот если вот Он есть, а самоубийство вроде как не прощает. Я все равно вот об этом очень сильно думал. И вот так я попал. Это было удивительно. И туда, в колонию, приезжал Терехов Сергей Миходич. Когда в одно из воскресений я решил туда прийти, то я пришел, наверное, не больше послушать о Боге, а как разводят людей. Потому что я разочаровался в себе, вообще во всем разочаровался. Я и себя ненавидел, и вообще и страну, в которой я живу, ненавидел. Мне казалось, все виноваты в моей проблеме. Я наркоман, меня лечить надо. Вот, хотя, конечно, это не так было, что никого винить не нужно. Я был виноват, потому что никогда не слышал, как Бог меня останавливал, не принимал его. Я пришел, и я увидел в Сергея Терехове Христа. Я даже, когда его все братья подходили обнимать, я даже к нему, мне так хотелось его обнять, но я понимал, что он такой святой. Я вот видел, что это как будто вот Господь. Он всегда привозил подарки. И братья приходили, ему говорили, что Сергей, ну здесь половина людей приходит так, вот ради подарок, чаю попить. Он подарки привозил все время там, о первой принадлежности, первой необходимости. И я увидел, что это делает он искренне. И он говорит, не надо мои деньги считать. Я знаю, что некоторые приходят ради того, чтобы просто взять. Но может, говорит, Бог их коснется. Вот я видел такие моменты, которые меня просто восхищали, удивляли. И я стал очень серьезно задуматься о Боге. И на этих сражениях я покаялся. Вот когда был Сергей, я покаялся. И уже тогда я пережил свободу, то, что Бог освободил меня от сигарет. Я перестал ругаться, я перестал это делать. Пережил первую любовь. И я осознал, что Иисус Христос – Бог, и Он меня очень сильно любит. Я стал брать так Библию, почитывать, но я прятал ее так. Вот, стыдился очень. И однажды, я помню, я уже знал, что приедет воскресенье Сергей, и я уже выйду, и я произнесу Марию покаяние вслух, потому что я каким-то образом понял, я понимаю, что это Дух Святой, но тогда еще не знал, что Дух Святой. Он меня коснулся, и я понимал, что мне нужно в духовный мир заявить, что я принимаю Иисуса Христа в свою жизнь, что я каюсь, то есть слово сказать. И я помню, до того, я лежал под одеялом, и я понял, что я уже не принадлежу дьяволу. Я говорю, дьявол, я не твой, мой Господь Иисус Христос. И я так плакал, и вот эта ненависть, которая была ко всем и к себе, она куда-то ушла, и я понял, что меня внутри кто-то крепко-крепко обнял. И я понял, что это Господь. И Он говорит, я тебя люблю, это не я тебя посадил в тюрьму, это не я сделал так, что ты вот хочешь повернуться. Я так плакал такими слезами, и потом я пришел, я произнес молитву покаяния вслух, и у меня начали происходить чудеса. Во-первых, у меня ушла вот эта мысль навязчивая, она была очень сильно повешаться. Моя срок закончилась, и я вышел. Естественно, я был далек уже от Бога, от Христа, и не думал об этом. На тот момент живы были мои родители, мама, старшая сестра, у меня была семья. И так как жил без Бога, я начал употреблять алкоголь. И мне установили надзор административный. Я совершил тогда преступление, и когда был на экспертизе в Ологде, в городе Ологде, на психиатрической, через месяц я приехал, и я узнал, что умерла моя старшая сестра. Я еще сильнее начал упить тогда, потому что это была моя любимая сестра, мы много переживали с ней. Я очень сильно упил. И за то время, пока были суточные аресты, когда я вышел, с суточного ареста, я понял, что моя мама пропала, ее нет нигде. И через несколько месяцев ее нашли. Ну, ее уже не было в живых, похоронили. И я начал просто спиваться. Самое первое чудо у меня удивительное было, это я стал читать писание. Я его читал 4 года. Там, поскольку свет выключают, потому что там секция была, и там отбой, и когда отбой, там выключает свет. И вот я ложился спать, и я ждал утра. Когда быстрее включат свет, чтобы мне читать Библию. И я вообще не думал ни об обеде, просто надо было кушать, там об ужине. Я забирался на второй ярус, вставал вот так на колени, и я брал Библию и читал. У меня глаза слезились, вот, и я очки тогда вот ношу, что у меня так, я вообще вот просто с утра до вечера, мне все говорят, вот крыша поехала. Я записывал откровения, просто общался, общался, я в такую мудрость Божию окунулся. И это меня так наполняло, наполняло. Я посмотрел, у меня исчезли маты. Вообще Николай Белов, да, ну, как его называют Библия на сегодняшний день, действительно удивительный человек, и это слава Божия на сегодняшний день, я могу смело заявить, потому что, зная его жизнь, знает цыганский народ, и мы сейчас, мои супруги, мы служим цыганскому народу, и Николай, который, вот, является тоже цыганом, вот, он уверовал в тюрьме, когда наш пастырь Сергей Мифович посещал колонию, он там уверовал, обратился ко Христу, и, выйдя из колонии, да, он все равно, как бы, вел такую еще, ну, как говорится, стоял на распутье, или следовать за Христом, или возвратиться в ту старую жизнь. И та старая жизнь его манила, и та старая жизнь его звала, и я видел, как он действительно ломался, вот, и для меня это, ну, я скажу, вот, действительно, потрясающий человек, пример, вот, для, вот, просто жизни каждого крестьянина. Когда Сергей Мифович приехал и говорит, вы знаете, говорит, когда я уверовал в Иисуса Христа, вот, я, говорит, уже 10 лет или 12, он тогда, на то время был верующим, он говорит, я ни одного матьюгани сказал, думаю, вот, гонит, ну, не может такого быть. Сегодня я ни одного матьюгани сказал, вот, почти 15 лет. Это чудо. Бог меня освободил от наркотиков, вы знаете, я в колонии, когда попал, ну, первое время я там тоже кололся, ну, там не секрет, что там это все можно достать, найти какие-то способы использовать, и я там тоже кололся, но тут мне принесли, я говорю, я не буду. И мне говорят, ты что, свистишь, что ли? Я говорю, нет, я не буду. Я почувствовал, что у меня внутри свобода, у меня нет этого желания, у меня не, вот, шкура не ходит, и вообще это для меня тоже было такое чудо. Я даже не знаю, как, но я узнал одно милосердие, которое есть у нас сегодня в городе Череповце. Я пришел в этот дом милосердия. И я увидел тех братьев, с которыми мы в колонии ходили в церковь. Я даже не мог объяснить, почему я тогда отошел, но я вижу, что вот эти братья, они служат сегодня Богу. У них все хорошо, они стоят, верят. И мне стало от этого очень тяжело, то, что я не мог ничего делать, мне очень трудно было. И общаясь с Николаем, я с Костей, с Николаем, вот, с теми братьями, с которыми мы были вместе в колонии, я понимаю то, что большинство, в основном все братья, с которыми мы были в церкви, они сегодня живут и благословлены Богом. Великое чудо, думаю, как это так? Я сказал Бог, ну ладно, ты вот меня от уколов, от наркотиков освободил, но вот я курить марихуану люблю, я все равно вот этого никогда не брошу. И от этого тоже. Я покурил, и вместо того, чтобы радоваться, мне было так стыдно. Я как будто вот в грязи извалялся, так было вот отвратительно. И я понял, что теперь я никакого вот удовольствия от этого получать не буду, все. И это была свобода. И Бог меня стал менять, значит, я там стал правильно одеваться по форме одежды. Я очень стал обращать внимание на то, как я говорю, на то, как я себя веду, потому что я понимал, что теперь я представляю Царство Божие, я ученик Иисуса Христа. Ну я не мог сделать, я пытался, старался какими-то своими силами, у меня ничего не получалось. Все заканчивалось тем, что очередные запои. Ну проживал я уже тогда в Доме Милосердия. И вот однажды туда приехала одна сестра Татьяна. И я почувствовал внутри, что мне нужно остаться. И все в обычные разы я всегда сидел в самом конце. Вот в этом зале, где проходят служения, я сидел в самом-самом сзади. Я не знаю, почему, даже сейчас не могу сказать, почему я сел ближе, намного ближе. Я сел где-то посередине, к тому месту, где говорит проповедующий или кто-то. И Татьяна, которая приехала для сестра, она начала рассказывать о свидетельствах тех людей, которые пришли к Богу как жизнь. И мне приходилось осознание, что я свою жизнь пропиваю. У меня ничего уже не осталось, и я просто себя, вот, еще жизнь осталась мне пропить, и все. И я, я не знаю, до слез тогда было такое состояние, что я же тоже могу прийти к Богу. И Татьяна, она вызывает нас к молитве. И я выхожу, она рассказывала о служении, которое называется Божий суд. Я думаю, так пойду, почему нет, пойду и пополюсь. Вот просто взял и вышел, я не знаю почему. И она начала молиться. И произошло вот то, что произошло. Я вышел, она начала молиться, и я даже не помню как, но вокруг не стало ничего, и я просто предстал перед Богом. Вот Господь, я вижу то, что рядом ангелы. Это его ангелы, они служат ему. Вот я стою, и я ничего не достоин просто вот как умереть, и больше мне ничего. Но Господь спросил меня тогда, что я хочу в жизни. И вот я помню то, что я ничего не просил у него. Но я сказал, Господи, я не хочу больше таким быть, какой я сегодня есть. Вот не хочу я больше так жить, у меня ничего нет, у меня все уже пропито, вот я не хочу так. Господь сказал одно слово, что иди, ты свободен. И когда я открыл глаза, я чуть не упал. Мы общались с утра до вечера с братьями, там очень хорошее время такое было. И когда я освободился, я понимал, что в колонии уже все знают, что я верующий, но когда я освобожусь, там будет другая жизнь. Я понимал, что дьявол меня встретит с распортированными руками. И где-то за полгода до освобождения я стал промолвать. Я говорю, Господи, помоги мне, освободившись, найти вот свое собрание, чтобы мне работать, потому что у меня квартира, нужно оплачивать ее, чтобы не было долгов. Я понимал, что я больше не смогу таким преступным образом в жизни жить. Наркотиков в моей жизни не будет, но я знал, что дьявол, он силен, он может обольстить. И я понимал, что мне нужно держаться за Иисуса. И когда я освободился, я сразу чудесным образом пошел работать. Вот дворником пришла, так вот работа пришла. И я стал работать, и у меня как-то вообще, вот я стал в собрания ходить, что называется, не потерялся, потому что я понимал, что без Христа все. В этом видении я понял то, что это было все без Христа, но я понял то, что вот эти ангелы, которые служители Божьи, я понял, что Господь, я под Его защитой, я понимаю то, что я уже Его. Я понимаю то, что я принадлежу уже Господу. Я понимаю, что вот эти ангелы теперь они будут, ну, как бы заботиться обо мне, что ли, оберегать меня, я не знаю, но вот это чувство было у меня. И когда я пошел из этого схожения, я просто побежал. Я вышел на улицу, поднял в небо глаза, я сказал, Господи, спасибо Тебе. Я пришел в свою комнату, достал Библию, которая долго появилась у меня, я не читал ее, и я начал читать псалмы один за одним. Это несколько месяцев продолжалось, я читал псалмы, я начал их понимать. И читая псалмы после каждого, прерываясь, я молился и благодарил Бога. Только благодарность, благодаря мне Богу, то, что Он делает со мной. В моей жизни вот все как-то Бог привел в такое устройство, в порядок. Я попал в Дом Милосердия, я приезжал туда просто вообще вот удивительно, что я никогда в жизни бы не стал служить или работать вот с такими людьми, потому что я был очень гордый. Я всегда даже раньше, до колонии, когда увидел, что у церкви кто-то просит, там мужик, я мог бабушке подать там какому-то старому человеку, но я вот человеку без определенного места жительства, потому что подходил и говорил, иди работай, что здесь сидишь. Я наезжал там, говорил, вот ты там бухаешь, там вот так вот. И я не интересовалась, меня что его привело на папирь, почему у него такая жизнь. И вот когда я пришел в Дом Милосердия, я понял, что Бог изменил мое сердце вот в колонии, потому что какие-то обстоятельства проходили, я понял, что у меня вот этого нет. Вот здесь стало другое, вот здесь в разуме менялось, потому что только через обстоятельства ты это понимаешь. И я приходил, служил Дом Милосердия, потом каким-то образом вот я стал директором Дома Милосердия. И когда он обратился ко Христу, когда стал оставлять свою старую греховную жизнь, да, ему было предложено, когда он пришел в церковь, он не знал, чем ему заняться. И в рамках нашей церкви, нашего служения есть такой Дом Милосердия. И пастор Сергей Мефодьевич, он предложил ему быть служителем Дома Милосердия. Вы знаете, сами цыгане по себе, они гордые люди. А Коля еще, вот он и в тюрьме, когда сидел, был уважаемым человеком. Вы знаете, когда в тюрьме ты являешься уважаемым человеком, и здесь ты попадаешь в другое русло, тут ты становишься, ну, уже не таким авторитетом, тебе нужно тут смиряться. И когда, по сути дела, он из грязи, ну, перебрался в князи, в путь из гордости, в смирения, это было, ну, был ты достаточно такой, ну, удивительный и интересный процесс, когда он пришел в Дом Милосердия, и там нужно было ухаживать за больными, где-то, ну, менять им памперсы, где-то оказывать какую-то помощь им. И, вы знаете, я сам лично видел, когда посещал Дом Милосердия, ему с трудом это давалось, и он наступал на свою гордость, на свое самолюбие, на свое тщеславие, ну, боролся с этим. Ему было тяжело, я честно могу сказать. Это был действительно такой нелегкий процесс, когда он постепенно преображал его Господь через это, и он путем смирения, путем долготерпения, вот, он пришел к тому, кем он сегодня является. На сегодняшний день, я вам скажу прямо, вот, это самый лучший, как бы, да, директор Дома Милосердия, которого вот я знаю. Я могу добрыми словами отозваться на него, это добрый человек, отзывчивый. Его знают практически все, ну, структуру из прокуратуры, и социальные гостиницы, и другие люди. Представляете, когда приезжает цыган, ну, это первое впечатление у людей, да, это, ну, все, сейчас ограбит, а будет, а он приходит такой деловой с папочкой и говорит, что я директор Дома Милосердия. Николай говорит, кто хочет помолиться? Я выбежал вперед, я помню, я говорю, я хочу. И я громко сказал, Господи, помоги мне сохранить вот только то, что я вчера получил. Николай-Николай спрашивает, а что такое вчера было? Ну, я ему рассказал. Когда мы с ним разговаривали, я плакал, мой голос дрожал, но я понимал, что я свободен. Я с того раза не выкурил ни одной сигареты. Я понимаю, что я остаюсь сегодня на служении в Доме Милосердия. Тех людей, которых я вчера не любил или недолюбливал, на кого-то мне было вообще наплевать. Я понимаю то, что я люблю. У меня нет вот этой тяжести внутри, которая все время меня угнетала. Не было этого чувства, что мне тяжело. Я пережил то, что мне легко сегодня. То, что я свободен. То, что в Боге жизнь. Я понял, что Он меня любит. Сегодня я продолжаю служить в этом же Доме Милосердия. Я женился. Бог дал мне жену. Сегодня в моей жизни все хорошо. Сегодня в моей жизни есть молитва, служение Богу, благодарение Богу за то, что Он сделал в моей жизни. И когда-то, если мне придется говорить об Иисусе Христе, я буду это делать. Потому что моя жизнь сегодня принадлежит Ему. Тоже удивительно. Это не моя заслуга. Это как-то Господь сделал. Он в корне поменял мой характер. И сегодня Он продолжает что-то делать в моей жизни, менять, взращивать. Я просто, знаете, я просто счастлив. Я ни на одну секунду не пожалел, что вот я встретился с Иисусом. У меня бывают какие-то трудности. Бывают где-то я что-то сделаю не так и согрешаю. Но я не хочу в этой грязи жить. Я стараюсь очиститься. Я стараюсь исповедовать перед Богом, перед человеком. У меня есть, кому я исповедую грехи. То есть Бог – это чудесно. Я даже не знаю, если бы возможно было вот так вот открыть, разорвать. И посмотрите, что Он живет у меня в сердце. Столько чудес. Столько Он сделал хорошего. Иисус – это великая слава Божья. И на сегодняшний день, я скажу, Он является частью тем семенем, которое в свое время сеялось среди цыганского народа. И то, что мы сегодня видим в нашей области, в нашем городе, когда среди цыганского народа приходит пробуждение, и там образовалась целая церковь, он является частью вот этого доброго плода, которое вот Он показал своей жизнью. И цыгане сегодня, ну, добрым словом отзываются о нем. И вы знаете, я даже больше скажу, это человек, который открыл свой дом, даже он не побрезгает привести в свой дом. Не в дом милосердия, а в свой дом. Это тоже немаловажное качество, когда человек открыл сердце. Если раньше как-то он фильтровал тех людей, то сегодня, пожалуйста, приходите в мой дом, мои двери открыты. Это про Николая Белова по прозвищу Библия. Редактор субтитров А.Семкин